Конечно, понимаем, что вам не хватает канала сбыта. Мы совместно с Минсельхозом в рамках закона 381 об основе государственного регулирования торговой деятельности видим, что для малых форм, малых форм, прошу прощения, хозяйствования, малые форматы торговли, такие как нестационарная, мобильная, является инструментом важным. Мы проанализировали то, что можно сделать в этом направлении. И также было два года назад распоряжение Мишустина 208 мэр о содействии реализации всех хозпродукций. Мы сделали изменения в 583-й постановлении правительства Ростовской области. Это о нестационарных торговых объектах. Мы предусмотрели такую меру, рекомендуемую, конечно, это мера поддержки. Это приоритетное право аренды для предприятий в сфере АПК. Ну, я имею в виду все, кто отвечает законам о сельском хозяйстве. Данную меру мы рекомендуем муниципальным образованием включить в свои программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Только в сентябре вышло постановление. Мы для себя сейчас актуализируем состояние, скажем так, как сейчас идут дела по данному управлению в части НТО для фермеров и предприятия АПК. И планируем определить пилотные проекты в части территории, а также в части сельхозпродуктов, кто заинтересован в инстационарных торговых объектах. Потому что ранее такие обращения были, о том, что там в Волгодонске есть желание приобрести право аренды, реализовать продукцию, это сельхозкооператива было. Ну и я думаю, что многие желающие тоже найдутся. Поэтому наша задача совместно с муниципальными образованиями отработать этот вопрос, в том числе, как это будет в части порядок определить, и также предоставить эту возможность сельхозпродуктам. Если говорить про мероприятия по реализации своей продукции, мы активно пользуемся таким направлением, как закупочная сессия, в связи с тем, что у нас были ковидные ограничения, и, конечно, в 2021 году меньше проводилось, либо удаленно. В этом году мы уже провели, в последних это для хорики, тоже присутствовали, это у нас было в точке кипения. 26 октября в рамках выставки «Росток и Степринный» мы планируем провести большую закупочную сессию, но не как обычно, там одну сеть. Мы пригласили 10, в том числе, маркетплейсы. В том числе, у нас будет пока карбатый вопрос из соседних субъектов, новых, которые к нам вступили в Российскую Федерацию, о том, чтобы межрегиональное взаимодействие также налаживать, потому что есть потребность в продуктах питания с той стороны, поэтому это также дополнительный канал, который может быть использован для наших предприятий пищевой перерабатывающей промышленности и фермерского сообщества. Поэтому всех приглашаем. В рамках данного мероприятия также запланирована торговая сетью «Пятерочка», так называемая «Школа фермера». Что это имеется в виду? Будет мероприятие, в котором сотрудники нашей федеральной сети расскажут о том документообороте, о тех особенностях, которые есть для реализации своей продукции, подскажут, ответят и, может быть, определитесь, поймите, какой документооборот нужен, подскажут вам направление и тем самым задуматься, может быть, и о этой сети, как вариант, а так, у нас есть и местные сети, которые тоже заинтересованы в продукции, и тоже есть определенный документооборот, требования по качеству, но это я все предлагаю обсудить, я уже непосредственно на мероприятии, которое будет 26-го, повторюсь. Также у нас как партнер, это Россельхозбанк, департамент, несмотря на то, что мы к сельскому хозяйству и департамент далековато относимся, но мы обязательно включаем наши все мероприятия, привлекаем. Почему? Потому что одним из продуктов, я думаю, Ольга Тимофьяна расскажет, является также платформа для фермеров, не буду останавливаться на этой платформе. И с последним у нас на территории Ростовской области впервые был реализован проект «Фермерский островок», также это корпорация МСП, город Москва. У нас фермер из Семитарковского района, но само производство на Чаркасске находится, реализовался этот проект совместно с «пятерочкой». То есть на пространстве самого магазина выделено не за пределами магазина, а прямо непосредственно в самом магазине уголок, в котором стоит прилавок, витрины. И фермер реализует свою продукцию, а также четыре, если что-то не изменилось, четыре предпринимателя, фермеры, которые дают свою продукцию тоже на реализацию. Поэтому, если кто-то заинтересуется, просьба также дать о себе знать. Если хотите посмотреть, как это выглядит, то подскажем адрес, находится в районе Семи, на Кадагнад, на Кадагнадском шоссе. Поэтому можно будет ознакомиться. С 2012 года очень активно продвигалась грантовая программа по поддержке начинающих фермеров, по поддержке и развитию семейных ферм. С 2019 года в ходе национального проекта была введена новая программа для начинающих, это агростартап. И всего с 2012 года за эти почти 10 лет, ну не почти уже 10 лет, конец года, у нас выдано порядка 961 грант, это фактически более 10% тех фермеров, которые сегодня зарегистрированы в области, то есть каждый десятый фермер воспользовался этим грантом для своего развития. Сумма гранта достаточно внушительная, она более 3 миллиардов рублей за эти 10 лет. С точки зрения роста объемов производства, мы увидели рост объемов производства молока в фермерском секторе, рост производства овощей в фермерском секторе. И естественно, во второй половине этого срока стал вопрос, как теперь помогать фермерам эту продукцию, которую они нарастили, реализовывать. И здесь в помощь фермерам в первую очередь это программа по созданию развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Потому что вот те каналы, о которых мы говорили, это маркетплейсы, островки, на сегодняшний день это точечные, будем так говорить, пилотные проекты, где фермеры пока каждый в отдельности или группой пробуют свои силы в реализации. Но для такого массового эффекта, конечно, намного, будем так говорить, эффективнее сработает объединение фермеров-кооператива. У нас сегодня практически 2 трети жителей сосредоточены в городах, и вся фермерская продукция, естественно, она больше востребована в наших городах. И здесь было бы тоже интересно поработать в направлении предоставления городами помощи нашим кооперативам в реализации продукции фермеров. Ну а для того, чтобы создать, для развития вот этой кооперативной программы, у нас и на территории Российской Федерации, и на территории Ростовской области уже с 2014 года существует программа поддержки кооперативов. Для того, чтобы начать работать в кооперативном сообществе, достаточно создать кооператив из трех сельхозтоваропроизводителей и уже продвигаться и пробовать свои силы совместно дальше. Для поддержки кооперативов по программам, для тех, кто существует только что, создался в первый год, могут быть предложены два вида поддержки на сегодня. Это субсидирование затрат по лизинговым платежам и возмещение 50% затрат за приобретенное имущество. То есть фермеры, сложившись по яме, приобретая для своей деятельности, как для производства продукции, так и для ее реализации оборудования, транспорт, могут уже в первый год получать либо две трети по лизинговому платежу возмещения, это достаточно большая сумма, 75% практически, либо 50% по возмещению затрат по имуществу. И здесь, вот еще раз хотела бы обратить внимание, здесь можно приобретать не только на кооператив имущество по производству сельхозпродукции, но по ее закупке у своих соседей, не только сами у себя, но и у соседей, которые еще не вовлечены в кооператив, но могли бы быть вашими клиентами как кооператива, перерабатывать продукцию на материально-технической базе кооператива, фасовать то, что сегодня нужно для любой торговли, да, это хранение, логистика, фасовка, маркировка. Все это оборудование необходимое можно покупать и субсидировать за счет государственной поддержки. Кроме того, можно также приобретать торговое оборудование, и если у кого-то есть желание попробовать себя, так сказать, в индивидуальной торговле, это, ну, по, так, чтобы было понятно, можно покупать автолавки, да, за 50% по стоимости. Кто-то может быть есть продукция, кто-то хочет выезжать, делать развозную, возможно, у города есть возможность предоставить таким фермерам площадки для выездной торговли, пожалуйста, для организации, то есть можно приобретать по льготной программе автолавку. Поэтому на сегодняшний день мы бы видели тоже, как следующий шаг в развитии сбыта фермерской продукции, это работу, совместную работу по объединению наших фермеров в кооперативы и по оснащению этих кооперативов в рамках государственной программы необходимыми средствами. На следующий у нас, будем так говорить, по программе кооперативного, поддержке кооперативов за последние годы создано практически 15 объектов малой мощности, это у нас и цеха по переработке зерновых продуктов, то есть по производству укроп, это и цеха по заготовке молока и переработке этого молока, это и хранилище по овощам, и убойный цех у нас есть в Пешенокопском районе именно на кооперативной основе, то есть достаточно положительных примеров, на которые можно смотреть и которые можно применять дальше в практике. И с точки зрения, если у фермеров возникнет вопрос все-таки, с чего начать, как поступить, как действовать, здесь уже упоминали мои коллеги, у нас с Россельхозбанком с прошлого года в области реализуется проект «Школа фермера», там в рамках обучающей программы у нас и в прошлом году, и в этом году идет программа по развитию кооперации, она востребована, у нас курсы всегда заполнены, и в рамках этих курсов для таких фермеров дается не только теоретическая часть, но и как раз таки организовываются выезды из тех операций, которые имеют уже успешный опыт, можно поехать посмотреть, научиться и меняться мнением. Я бы разделил новые возможности реализации фермерской продукции на условно несколько блоков. Первый блок – это если, когда мы говорим о новой возможности, равно новый канал сбыта. Это тенденция общемировая, связана с цифровизацией общества, онлайн-торговля все больше входит в нашу жизнь, и о чем я говорю. Это Озон, это Wildberries, это свое родное Россельхозбанка, маркетплейсы, электронные площадки, онлайн-сервисы доставки фермерских продуктов. Все это постепенно входит в нашу жизнь, и фермеры в том числе все больше и больше этим пользуются. То есть это как бы естественный ход событий. Что мы как Центр Компетенции делали в рамках данного направления? В 2021 году во исполнение перечня поручений правительства нами были проведены ряд мероприятий, направленных на вовлечение малых сельхозтоваропроизводителей в информационные сервисы реализации сельхозпродукции. Ну, так вот называется это пафосно. Что мы делали реально? То есть мы выступали как модераторы, мы приглашали представителей вот этих самых площадок, приглашали Россельхозбанк, приглашали небольшие региональные площадки, такие как где фермер, эко-мид, ну и ряд других, на которых представители этих площадок могли рассказать о том, почему следует пользоваться их площадкой, какие преимущества она несет, сулит, если ты ей воспользуешься. Ну, а фермеры, соответственно, фермеры, личное подсобное хозяйство, представители кооперации могли задать вопросы. Ну, и что самое ценное, приглашали представителей фермерского сообщества, которые уже пользовались услугами, в частности, вот пару сельхозбанком мы приглашали, Игорь Войк, молоко, Игорь Войк, правильно помню, они рассказывали о своем опыте и как у них продажи, ну, как сказать, заметно увеличились после того, как они использовали эту платформу. Второй блок возможностей – это, используя уже имеющиеся каналы, повышать свою конкурентноспособность. И тут я полностью соглашусь с Татьяной Николаевной Снитко, это только кооперация. Почему? Ну, вот, допустим, возьмем фермера. Он на своих 100 гектарах, ну, условно, там, производит 500 тонн пшеницы и продает ее по 13 тысяч за тонн. Я сейчас, ну, так, порядок цифр говорю. 10 таких фермеров, объединившись, создав кооператив, могут сформировать корабельную партию 5000 тонн. Это вот теплоход типа Волгодон. И уже получить за ее реализацию не 13 тысяч рублей за тонну, а 17 тысяч рублей за тонну. Опять-таки, они могут создать мощности по хранению и дождаться пика цены, что тоже немаловажно. Другой пример – товар на ЛПХ. Вот он может там собрать и предложить к реализации 5 тонн свеклы. Не мытой, не фасованной, не калиброванной. 20 таких ЛПХ, объединившись в кооператив, могут создать первичную переработку, мойку, калибровку, фасовку в сетку. И уже сформировать интересную партию для того, чтобы продать ее там в Пашан, в Пятерочку и так далее. То есть они уже становятся, ну, не то, что разговаривают с позиции силы, с сетью, но они на равных говорят. Когда говорят маленькие фермеры, большая сеть – это всегда неравноправное сотрудничество, и малые фермеры чувствуют себя, ну, как сказать, не совсем уверенно. И примером таким, в качестве регистрации этого примера, могу привести вот недавно. Мы искали потенциальных поставщиков для ритейлера «Озон Фрэш». Обзвонили порядка 45 фермеров. Опять-таки, надо понимать, что фермер, который производит мясо и реализует его в живом весе, либо там в полутушах, либо в четвертинах, либо в зерновик, который… Это все история не для сетей. Это должна быть фасовка, должна быть упаковка, должно быть соответствие товарного ассортимента требованием сети. То есть мы вот отобрали таких. Из этих 45 получилось 15 заинтересованных, мотивированных, которые говорили «Да, мы хотим». Мы отдали их представителям «Амазон Фрэш». В итоге, мониторим ситуацию, сколько заключили соглашение? Один. Есть такой Пудышев роман. Вот он заключил соглашение. Сезон Фрэш осуществляет поставки. Остальные по тем или иным причинам не смогли, не договорились, хотя были изначально настроены положительно. Почему? Начинаем анализировать. В чем причина? Почему не смогли? Не могут обеспечить объем поставок, который требует сеть. Не могут оперативно менять ассортиментную матрицу. И неожиданно для нас явилась ситуация, когда сложно получить обратную связь. Именно на маленького отдельного фермера почему-то сеть как-то реагирует в плане обратной связи тяжело. Не могу дозвониться, представитель сети меня игнорирует, не перезванет и так далее. То есть, если такие маленькие объединятся в кооператив, то они уже могут на равных разговаривать с сетью. Поэтому кооперация малых сельхозтоваропроизводителей в данном случае является адекватным ответом на вот эти вызовы и трудности, имеющиеся при взаимодействии с сетями. Помимо непосредственно самих выгод от функционирования кооператива, который я только что перечислил в регионе, осуществляется господдержка кооперации. То, что Татьяна Николаевна упомянула. Это в рамках постановлений 281-369 субсидирования. И в рамках 521-го постановления грант со второго года жизни кооператива до 70 миллионов. Что, по нашему мнению, Центр компетенции могло бы быть дополнительным стимулированием кооперации в регионе, если говорить о господдержке? Вот есть такой у нас сосед Краснодарский край, у них есть региональная поддержка грант начинающему кооперативу. О чем там речь идет? Кооператив, с даты регистрации которого прошло не более 12 месяцев, объединяющий не менее 10 сельхозтоваропроизводителей, имеет право получить грант на условиях софинансирования 10-90. То есть не 60-40, как в данный момент грант на развитие материально-технической базы, а 10-90. Размер гранта до 30 миллионов. Целевка, то есть то, что можно приобретать, примерно совпадает с целевкой на грант развития материально-технической базы. Перенять такой опыт, нам кажется, что это было бы интересно именно для нашего региона. Почему в Краснодаре это можно, у нас нельзя. И это было бы дополнительным стимулом развития кооперации, а кооперация это ответ на вопрос по сбыту. Ну и завершая, хотел бы сказать про фермерские островки, то, что уже Алексей Павлович упомянул. Тут нюанс в чем, корпорация МСП, то есть ответ для фермера не только в том, чтобы создать этот островок, вот как Андрющенко у нас создал и сейчас ведет торговлю на Таганрогской пятерочке. Но еще можно договориться с этим оператором островка и поставлять ему. То есть это такой более лайтовый вариант, если вы еще не уверены, что вы готовы сами открывать фермерский островок, вы находите этого фермера и говорите, слушай, отчетки у тебя с артементом, давай я тебе буду подставлять что-то еще. И такие уже случаи есть. Ну и параллельно ведется с переговорами еще с одним предприятием по городу Таганрог. Если все будет хорошо, то до конца года откроется еще фермерский островок там. У меня все, спасибо за внимание. Я думаю, что меня, наверное, все поддержат, что в конце августа, то, что была ярмарка, три дня возле собачки, это была самая идеальная ярмарка, которая была за последние годы. Вот. За это, конечно, большая благодарность за организацию, за все. Но вопрос в чем? Хотели бы участвовать гораздо больше людей, и они об этом не знали. И это еще одна наша проблема, не только ярмарка и как таковое место, на котором мы хотели бы все постоянно дислоцироваться, работать. Желательно, конечно, честно вам скажу, чтобы это было бесплатно, как и предыдущая ярмарка. Мы всегда, вы знаете, тоже идем навстречу и власти, и стараемся показать свою продукцию с лучшей точки зрения, насколько можно украшать наши прилавки, предоставлять нашим клиентам на пробу продукцию. Вот. И мы бы хотели, конечно, чтобы ярмарки были, знаете, у нас свои какие-то определенные требования к ярмаркам тоже есть. И это одна из большой помощи, которую бы город оказал бы нам, как маленьким-маленьким предпринимателям. Потому что в основном, наверное, у 90% большая часть продукции ручной работы. Что-то, конечно, бывает, тестомесы, сыроварни, что-то есть, конечно, и... Но вся продукция задекларирована, тем не менее. Да, мы декларируем всю продукцию. У нас у всех ИП или ООО, у нас все это в полной сфере по юридической части оформлено. Вот. И мы бы хотели... Вот, ну, то, что я собрала со всех своих коллег, а, кстати, по поводу коллег, не знаю, есть ли у вас реестр вот таких вот маленьких предпринимателей, которые свою продукцию реализуют, думаю, что вы, наверное, очень удивитесь, что их достаточно много. Да, но многие даже не знают, как свою продукцию, где разместить. Или узнают... Или узнают в последнюю очередь. Допустим, мы узнаем, что где-то ярмарка, а человек, когда начинает прозванивать, он очень удивляется, что мест нет. Вот мы приблизительно насчитали, у нас где-то минимум, то, что мы по нашим подсчетам, это где-то 250 человек. Ни одной такой ярмарки у нас не было. Вот. В соответствии, мало того, что мы хотим, как бы, торговую площадку, чтобы на ней было уже по опыту всех ярмарок. Лично я больше года уже участвую в ярмарках, и самое проблемное – это наличие парковки, наличие доставки людей. Это место не такое, чтобы вы отправили нас где-нибудь в Оксайф-поле, и как туда люди доберутся. Вот. Дальше. Желательно, чтобы была хоть какая-то охрана. Вот, допустим, когда было мероприятие, проводимое на газетах, все равно охрана была, это уже плюсы с этого были. Честно сказать, количество украденного товара тоже достаточно большое, поэтому, если бы были камеры, может быть, как-то народ чуть по-другому реагировал. Наличие столов и единой стилистики. Потому что вот когда была ярмарка, опять же, на газетном, это было все более-менее в одном виде, да, и гамме. А большинство ярмарок кто во что гораст, понимаете. И даже люди, которые приезжают из других городов, где это все организовано, ну, как бы создается не очень красивое впечатление. Ну, вот было бы приятно смотреть, когда это все написано, кто производитель, допустим, в какой-то цветовой гамме в этом... Но кто производитель, это были замечательные таблички вот на ваших... Ну да, но это, ну, не на всех же ярмарках бывают, да. С координатами, со всем это будет. Вот, дальше мы бы хотели, конечно, чтобы там была и уборка территории, потому что очень много всегда мусора остается, и тоже иногда на некоторых ярмарках, я не говорю про все, бывают вопросы, что мы еще это все и вывозим. Плюс люди, которые приносят или покупают продукцию, бывают, но сильно корректно себя ведут. Большой, очень большой вопрос – это реклама. Практически, сколько бы ярмарок ни было, всегда больше 50% людей говорят, что они первый раз слышат вообще про ярмарки. То есть мы сами рекламируем свою продукцию, и ярмарку в том числе, то есть мы оповещаем... С одной стороны, реклама потребителя, с другой, информированные самих предпринимателей. Да, да. Чтобы можно было как-то реагировать, надо как-то вот на него разбить, просто раздражение на кусочки, а то мы так прослушаем все 500 вопросов, да, и ничего не обсудим. Да, нет еще по поводу регулярности, потому что хотелось бы, чтобы это было не раз в год, да, пускай будет там раз в год одна ярмарка, вторая, третья, десятая, ну, чтобы они, тем не менее, хотя бы раз в месяц проходили на освещаемом масштабе, потому что... Я считаю, что это городская ярмарка выходной, и кажется, вот в тесенье, в определенном месте... Прекрасно, да, в проходимом желательно. У нас, да, на определенных сетях запрещенных и разрешенных у нас большое количество подписчиков, ну, по большому счету. Вот, и мы можем охватить как бы свою аудиторию, да, и когда человек знает, что у него есть, действительно, регулярно, что он может тогда-то, тогда-то, тогда-то сети купить то-то, 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 потому что, ну, мы действительно мелкие производители, у нас нету таких больших масштабов, да, там, промышленных, да, скажем так. Да, поэтому, соответственно, всю продукцию, которую мы делаем, мы делаем в небольшом количестве достаточно для людей, но при этом мы стараемся делать ее из максимально качественных продуктов, да, для того, чтобы к нам люди возвращались. Это, по-моему, акцент абсолютно всегда, да, чтобы человек потом вернулся, ему понравилось со всеми предложениями какими-то. Поэтому... Нет, нет, я не делал. Поэтому, как бы, вот этот момент по поводу регулярности, то есть человек знает, что, ага, будет, да, не то, что он там пытается выиспить, ну, разные же бывают ситуации, но регулярность, конечно, нет. И, конечно, наверное, раз в неделю – это очень часто, но раз в месяц... Раз в месяц – это идеально. Да, допустим, первая суббота или там, ну, что-то запоминающее. Это, конечно, невозможно, отрекликсировано, да, если можно, что было из нашего, вот с этой стороны, на стола, наши коллеги с органов управления власть и с предиорганизацией, может, сейчас могут прокомментировать какие-то моменты. То есть, посмотрите, этот блок сформировался достаточно близкий, то есть, это реклама у потребителя, информированность предпринимателя и регулярность. Да, это так суммировать. Потому что то, что касается уборки, я уверен, что Акуп Олегович сейчас записал эти моменты технические. Все пишу, основные темы, да. Это нюансы технические, а вот такие укропненные моменты, которые всех действительно... Александр Ильич, еще хотели бы узнать, А как, по-вашему, мы должны информировать производители, которые сейчас этот блок выброшающие, да? У производителей, наверное, у вас должен быть, ну... Мы можем помочь, реестр, да, с электронной почтой. Сверстать, да? Да, конечно. Конечно, мы все это можем сделать и предоставить. Потому что каждый из этих вопросов требует, ну, какой-то, извините, обратной реакции. Потому что один хочет раз в месяц, другой раз в неделю, третий хочет стационарный каждый день. Я думаю, надо начать от чего-то одного, и если будет спрос, увеличивать количество. Да, коллега, пожалуйста. Я хотела уточнить такой момент. Я просто являюсь членом рабочих групп, так перед департаменту потребительского рынка, который согласовывает все ярмарочные места на территории Ростовского областа. Поэтому все ярмарочные места города Ростова-на-Дону, я знаю, очень хорошо, потому что в городе Ростова-на-Дону у нас такое особое внимание есть. Вот у меня есть этот список, вот такой Валерич, озвучил я информацию, у меня есть этот список. 35 ярмарок. Честно признаюсь, не все из них, ну как бы из тех, что есть на бумаге, реально работают. Но достаточно большое количество ярмаров выходного дня, которые работают. Я как гражданин и житель города Ростова-на-Дону всю свою продукцию для своей семьи покупаю на ярмарке на Думенко 32, прекрасное лето, точно такие сырки, и молоко, и хлеб, я все покупаю, да. Другие. Другие. Да, да, извините, извините, я по поводу того, что фермерские. Вот, смотрите, пожалуйста, вы этими ресурсами пользуетесь? Там не свободно, вот я записала, что помешает пользоваться. Вот все там есть, и парковка, и парковка. Нет, 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 смотрите, мы не проходные там по ценовой категории, там бесплатно. Нет, там у нас не сколько-то ваших компасов. Парковки, все прекрасно, для нас как для потребителя и для вас. Ценовая политика. Центр города нас интересует, как раз таки там живут. Мы же все живем, не журналисты, все живут. Нет, дело не центр города. Просто люди, даже сокраины хотят в выходной, это как променад, как определенное мероприятие, и они уже в центр, и там еще и ярмар. Это не мы хотим, я думаю, потребители хотят. Такое на газетном, да, но вы же понимаете, что каждый выходной это маловероятно. Раз в месяц. Мы сейчас предложения с вами обсуждаем. Те ресурсы, которые уже есть, которые уже созданы, часть из них создана муниципалитетом, часть из них создана частными компаниями, безусловно. Вы же бизнес, и они бизнес, и они тоже хотят заработать. Так не бывает, что все бесплатно. Вы же зарабатываете, и они даже хотят заработать. Смотрите, хорошо, вот вопрос. Рядом с моим домом есть ярмарка труд, которая была когда-то перенесена с рабочего городка. Я там хожу, покупаю часть продуктов, но моя продукция, в силу того, как я ее делаю, сколько на нее идет труда, она по ценовой политике. Да, она по ценовой политике, как и вот эта надуменка. Мы все эти, вы думаете, вот эти ярмарки, это рынки, это не ярмарки, понимаете? И они абсолютно отличаются. И когда, допустим, у тебя хлеб за 30 рублей, ну, вы просто, я могу дать любому человеку рецепты, и посчитайте булку, только одного хлеба, сколько у вас она выйдет. Посчитайте сыра, сколько вы, понимаете? Я понимаю, что это не ваши клиенты там. Да, да, да. Поэтому мы же уже знаем именно круг людей, которые ходят. Плюс я же говорю, некоторые не знают о нас. И они бы с удовольствием покупали нашу продукцию. Почему мы хотим тоже достучаться до этого? По поводу кооперативов я вам больше могу сказать. Мы даже нашими маленькими вот такими микропредприятиями кооперируемся. И, допустим, я частенько беру сыр Елены, свой хлеб и вожу своим клиентам. Или девочки там другую продукцию тоже совмещают, потому что экономия на той же доставке. Потому что люди сейчас, как бы они не хотели онлайн, я вам могу тоже тенденцию сказать того, что никто не хочет платить за доставку, оно должно как-то человеку перелететь. А то, что на это тратятся деньги и время, это никого не волнует. Конструктивно обсуждать. И так прозвучали проблемы. Информированность, реклама, регулярность. Места. Места поведения. Вот если на какие-то из этих вопросов есть мысли у коллег, я бы, Татьяна Николаевна, я знаю, что хотела. Я, может быть, не совсем скажу конкретно по каждому вопросу, я бы хотела объединить. Возможно, коллеги в силу своих обязанностей, как бы более подробно. Но вот у вас прозвучало слово кооператив, да? С одной стороны, вы уже работаете как кооператив, да? С другой стороны, вы немножко негативно пока к этому относитесь. Нет, просто вы же говорите об объемах, которые вы вряд ли возьмете. Вот, допустим, мы с Еленой соберемся сделать. Давайте мы вот кто возьмет, кто тут брать потребителей, да? Я в продолжение хотела бы сказать, что да, если вас не устраивают действующие ярмарки, то вы, как объединившись в кооператив, можете создать свою площадку. То есть это ваше право и выступать организатором ярмарки. И уже как организатор вы можете, да? Вы уже знаете эти 250 человек, да? Вы кооператив, вы организатор ярмарки. У вас из этих 250 кто-то действующий, член, кто-то ассоциированный, да? Вы их информируете, да? Вы помогаете им создать рекламу. Вы, что там еще там, все делаете, единый стиль там делаете, уборка, охрана, да? И вот здесь в помощь кооперативу вступят государственные программы для того, чтобы вам, как уже бизнес-единицы, минимизировать эти затраты, да? И как бизнес-единицы оказывать содействие, как со стороны города, да? Со стороны там есть львоза, департамента. То есть вы уже на сегодня, будем говорить, делаете первые шаги, объединившись, да, и пытаясь создать эту ярмарку. Но давайте попробуем шагнуть дальше и уже как кооператив выступить организатором вот этой эксклюзивной, да, эксклюзивной, с продуктами, которые имеют определенный ценовой сегмент, определенного целевого потребителя, да? Не массового, как вы говорите, а вот более изысканного, требовательного. Вот давайте, пожалуйста, этот проект, он может родиться, да, вот, и мы можем пошагово двигать его как кооператив. Я обозначал их, последние три, да? Они проводились за счет областного бюджета. Надо давать отчет, что средства, ну, никто вам бесплатно не поставит палатку, никто из вас не берет мусор. Это стоит денег. Почему? У нас порядка 400 площадок по всей Ростовской области. Есть категория постоянно действующие, есть выходного дня. Как правило, выходного дня проводят муниципалитеты. Как образцов, я вам приду в город Новочеркасск, порядка двухсот предпринимателей, приезжают на площадь, муниципалитет своими силами расставляет, убирает, предупреждает полицию. Вот такие вещи, понятно, не могут постоянно быть, потому что они ложатся на плечи администрации. Того момента проводятся, как правило, это не в летний период, потому что есть температурные режимы, каким-то праздничным мероприятием. Если говорить про город Ростов, то 35 площадок, некоторые действуют и в центре Буденовске, Малюгина, пожалуйста, бывший завод Тавр, который я забыл как площадь химиков, то есть есть площадки. Я понимаю, что там могут какие-то сборы быть за ту же территорию, потому что некоторые площадки есть коммерческие, то есть она принадлежит кому-то. Есть управляющая компания, которая эту землю не может дать бесплатно. Если говорить про муниципалитет, те площадки тоже муниципальные не определены, участие там возможно. Есть даже, я не говорю про Ростов, сейчас не готов работать именно бесплатно, но по области у нас такие истории есть. Ростов бесплатно 230 мест. Поэтому есть история следующая, по городам. Я сейчас скажу, я сам лично проехал по городам и понимаю, есть такое понятие, это коммерческая история. То есть кто поедет в Азов, в Азове там какой-то продукт 2000 рублей, цена, если там пришли за картошкой за 20 рублей. Понятно, потратить на дорогу, отстоять полдня и вернуться с минусом для коммерческого успеха. Поэтому если идет речь не о массовости, то есть не об этих ярмарочных мероприятиях, которые проводятся, не о рынках. У нас даже на центральном рынке есть место, которое согласовано как ярмарочное пространство. Сейчас есть возможность, и может вы тоже подумайте, коммерческая какая-то есть площадка, ну или земля кому-то принадлежит на правую собственность ваших из 250 фермеров. Порядок следующий. Обращается, нужно обращение в муниципалитет, комиссия согласовывает, пожалуйста, работайте на своей площадке в формате ярмарки. Если это будет еще фермерская история, мы двумя руками за, мы будем, для нас важно, чтобы у нас появлялись форматы фермерской ярмарки, вы будете только одни фермеры, и мы можем говорить, вот наше информационное, мы готовы, у нас есть и наше министерство, информополитика, которые готовы размещать информацию. То же самое, что вы делали про венную ярмарку, в первую очередь город на сайте правительства, мы своими силами тоже распространяли информацию. Если такая площадка может состояться, и вы ее видите, например, давайте обсуждать ее, и в том числе с городом определить эту площадку. Но сразу говорю, что площадка с точки зрения бесплатности, то есть, если вы думаете, вам дадут, это вам будут убирать, вам будут расклеивать баннеры и нагонять рекламу, то вряд ли. В части информационной политики, повторюсь, мы как министерство, у них есть содействие развитию АПК в области, если есть у вас статус сельхоз-торопроизводителя, то готовы, оказывается, действовать. Минпромток России получил мы письмо на прошлой неделе, просят обратить внимание на такую категорию, это торгово-развлекательные комплексы. Там идет история, это все понимаете, закрытие иностранных магазинов, уход с площадей, и есть возможность, но это в российском формате, в формате России, да, есть проблематика, что торговые комплексы развлекательные теряют там клеток, готовы в свою площадь предоставлять. Почему бы не посмотреть, в том числе, ваша история, может, она там не родится. Сколько там стоят, да, там оценник, они с сухгудом этих производителей, производители, они подложили, да, на нас, и цены повдосили во много раз. Тоже, можно вопрос, где сейчас вот реализуется ваша капула? Ярмарки, магазины. У нас была точка в Миге, мы ушли оттуда, только по одной причине, потому что большие магазины закрылись, проходимость стала меньше, аренда не снизилась для нас. Мы были в сети Гриднев, та же самая история, мы ушли оттуда с сентября месяца, потому что для нас, как для фермеров, по федеральному законодательству есть отсрочка по маркировке молочной продукции, она продлена до 1.23, до 1.12, а для розничной сети нет вот этого механизма взаимодействия фермеры, розничная сеть, то есть если для фермеров вы дали отсрочку, почему вы для розницы не дали эту отсрочку в разрезе работы с фермерами. Понимаете, мы вынуждены уйти из этих сетей, вы говорите про закупочные сессии с торговыми крупными сетями, часть продукции сидящих здесь, это будет маркированная продукция. Получается, что и 35 площадок в Ростове есть, и действуют, и в конце концов некоторые рядом с вами расположены, но не устраивают какие-то непосредственно условия. Вполне вероятно может быть поднимать вопрос, а чем может вообще-то власть, чем может исполнительная власть города, области помочь вам непосредственно в том, чтобы решать эти вопросы. Может быть что-то она может взять, муниципалитет на себя, чтобы вам создать эти условия. В конце концов вы создаете конкуренцию на рынке, вы создаете новые рабочие места, по сути дела. Все это, об этом говорится достаточно много у нас и в области, в государстве, а реальное содействие. Каждый сидящий здесь сейчас скажет, у меня масса нормативных документов от сих до сих, которые не совсем попадают вот в эту струю. А вот чтобы вы между струйками прошли, необходимо, чтобы была конкретная помощь. Может быть и задача общественной палаты в том, чтобы создать площадку, выслушать две стороны и постараться в конце концов найти решение.